Добрый день! Добрый день! Итак, параграф 4. Распределение Больцмана. И начнем мы с известной вам барометрической формулы. Речь идет об изменении давления газа с высотой. Рассмотрим столб газа. Площадь основания С1. Распределение H равно 0, давление P нулевое. На высоте H давление P. На высоте H плюс DH. P плюс DP. Ну, понятно, что DH больше нуля, а DP меньше нуля. Давление на какой-либо высоте определяется весом выше лежащих слоев газа. Ну и ясно, что изменение давления на DP обусловлено весом газа вот в слое толщиной DH. Поэтому можно написать, что P минус P плюс DP равняется ρGDH. Ну, отсюда DP равняется минус ρGDH. Газ считаем идеальным, поэтому можно записать уравнение Менделеева-Клапьерона. ПВ равняется М на мю РТ. Ну, отсюда плотность можно выразить. ρ равняется М делить на В. М делить на В равняется мю П делить на РТ. Подставляем. DP равняется минус мю П делить на РТ GDH. Ну, ясно, что переменные разделяются. DP к П равняется минус мю Ж делить на РТ DH. Ну, и дальше, если известна высотная зависимость температуры, T от H, то тогда при интегрировании можно определить зависимость давления от высоты. Но если T константа, мы обсудим этот вопрос сейчас. Почему столб газа в поле тяжести можно считать изотермическим? Если T константа, то интегрирование дает P равняется P нулевое E в степени минус мю Ж H делить на РТ. Ну, обычно вот именно эту формулу и называют барометрической формулой. Это барометрическая формула. давление с высотой падает тем быстрее, чем тяжелее газ и чем ниже температура. Давайте нарисуем зависимость P от H для двух разных газов, ну и двух температур. P от H в одном случае довольно быстро падает давление с высотой, в другом медленнее. Здесь, допустим, температура T1, здесь T2 больше, чем T1. Если здесь мю 1, малярная масса мю 1, то здесь мю 2 меньше, чем мю 1. Тем легче газ, тем медленнее с высотой падает давление. Теперь надо обсудить, почему же, собственно говоря, температуру столба газа можно считать постоянным. Ведь, казалось бы, есть закон сохранения энергии. МВ квадрат пополам плюс МЖН равно константа. И при движении молекул вверх их потенциальная энергия растет, стало быть, кинетическая энергия уменьшается, ну а температура мера средней кинетической энергии, поэтому, казалось бы, температура должна с высотой уменьшаться. И наоборот, при движении вниз потенциальная энергия уменьшается, стало быть, кинетическая должна увеличиваться, ну и температура, как мера средней кинетической энергии поступательного движения молекул, должна возрастать. Почему же все-таки температуру можно считать постоянной? Ответ такой. При движении вверх из потока молекул выбывают наиболее медленные, то есть наиболее холодные. И поэтому усреднение на данной высоте, H, идет по меньшему числу молекул, которые на исходной высоте были относительно более горячими. Вот это важно. При движении вверх из потока выбывают наиболее медленные, то бишь наиболее холодные молекулы, и усреднение кинетической энергии на данной высоте идет по меньшему уже числу молекул, а именно по тем, которые на исходной высоте были относительно более горячими. И действительно, если мы сосчитаем среднюю кинетическую энергию на нулевой высоте у тех молекул, которые достигли высоты H, то мы убедимся, можно в этом убедиться, что их средняя кинетическая энергия будет больше, чем средняя кинетическая энергия всех молекул на нулевой высоте. Таким образом, результат с высотой давления, а стало быть, плотность молекул уменьшается, средняя кинетическая энергия молекул остается неизменной, то есть температура есть константа, ну и распределение на каждом уровне остается Максвеловским, распределение по скоростям. Почему в земной атмосфере с высотой температура падает? Летим на самолете, говорят, за бортом минус 50, да? Но это совсем по другим причинам, мы это сейчас тоже обсудим. Но прежде давайте все-таки закончим с распределением Больсмана. Осталось совсем простой шаг сделать. П равно НКТ Н плотность молекул, К постоянное Больсмана, Т температура, П нулевое, Н нулевое КТ мю делить на Р. Это М делить на К. Ну разделим и числитель и знаменатель на число Авогадра. Малярная масса делить на число Авогадра, масса молекулы, универсальная газовая постоянная, делим на число Авогадра, получаем постоянную Больсмана. И тогда барометрическая формула приобретает вид Н равно Н нулевое Е в степени минус МЖН делить на КТ, где в показателе экспоненты стоит отношение потенциальной энергии в поле тяжести к КТ. А КТ это замечательная вообще вещь. Это мера средней энергии хаотического теплового движения молекул. По-другому Н равно Н нулевое Е в степени минус У потенциальное делить на КТ. И вот Больсман предположил, что вот это распределение, эта формула справедлива не только для поля сил земного тяготения, но и для произвольного стационарного потенциального силового поля и для произвольной совокупности частиц типа идеального газа, находящихся в состоянии хаотического теплового движения. Эта формула справедлива не только для поля сил земного тяготения, но и вообще для произвольного постоянного потенциального поля и для произвольной совокупности частиц типа идеального газа, находящихся в состоянии хаотического теплового движения. Ну, вы знаете, потенциальные поля какие есть, это может быть электростатическое поле, это может быть гравитационное поле массивного шарообразного тела, планеты, ну и вообще любое центральное силовое поле является потенциальным, как вы знаете. В этом случае сила, действующая на объект, все время проходит через одну и ту же точку, через центр. Еще раз, n равняется n нулевое e в степени минус u, а потенциальная энергия зависит от координат. И умножим на dx, dy, dz. И мы получим dn от x, y, z, n нулевое e в степени минус u, x, y, z, делить на kt, dx, dy, dz. Пожалуйста, вот такая запись, один из вариантов распределения Больцмана. Что такое dn? Это число молекул, которые попали в объем dx, dy, dz в окрестности точки с координатами x, y, z. В которой в этой точке потенциальная энергия имеет значение u. u зависит от x, y, z. Разделим на n. Разделим на n, на общее число молекул. Получим dp от x, y, z, постоянное a, e в степени минус u, x, y, z, делить на kt, dx, dy, dz. В данном случае dp от x, y, z это вероятность попадания молекулы в объемчик dx, dy, dz в окрестности точки с координатами x, y, z, в которой потенциальная энергия имеет значение u, u от x, y, z. Вот различные варианты записи распределения Больцмана. А постоянное интегрирование. Определяется из условий нормировки. Ну, прежде чем рассмотреть примеры, а примеры мы рассмотрим обязательно, все-таки давайте поговорим о земной атмосфере. Почему в земной атмосфере температура с высотой все-таки меняется? И как она меняется? Здесь будет температура в кельвинах, а здесь высота в километрах. 200, 250, 300, а высота 0, 20, 40, 60, 80, 100. Но земная атмосфера делится на слои, как вы знаете. Нижний слой называется до 20 километров, примерно 18-20 километров. Он называется тропосфера. Слой следующий до 50 примерно километров. Это стратосфера. До 100 километров. Мезосфера. И дальше термосфера. А температура меняется примерно так. Ну, зависит, конечно, от времени года. Ну, вот сейчас на улице около нуля. Примерно отсюда стартуем. Падает монотонно в нижнем слое. Примерно так. Это тропопауза так называемая. Дальше температура начинает опять расти почти до тех же значений, что и у поверхности. И дальше опять падает. И дальше растет. Вот примерно так. Такая вот сложная высотная зависимость температуры есть результат совместного действия процессов тепломассопереноса, инициируемых излучением Солнца. Это есть результат совместного действия процессов тепломассопереноса, инициируемых излучением Солнца. Расчеты показывают, что если бы атмосфера и мировой океан, которые называются жидкой оболочкой Земли, не поглощали бы солнечного излучения, то тогда на поверхности Земли установились бы следующие температуры. На экваторе около нуля градусов по Цельсию, на южном полюсе минус 120, на северном полюсе минус 100, и тогда был бы радиационный баланс, то есть поверхность Земли, твердь земная, она поглощала бы столько энергии, сколько излучала в окружающее пространство. На самом деле вы понимаете, что и абсолютные значения температуры повыше, и разница в температурах между полюсом и экватором тоже не такая большая. И вот это как раз результат того, что и атмосфера, и мировой океан поглощают солнечную энергию. А поглощают где? Ну, в основном, значит, в тропосфере, там, где сосредоточены водяные пары, СО2 поглощает, в результате возникает парниковый эффект, нагревается поверхность Земли, плюс перемешивание идет. Вот перемешивание вертикальное, теплые слои, они более легкие, поднимаются вверх, есть течения в океане, которые тоже приводят к перемешиванию и воды, и, стало быть, влияют на климат в данной местности и так далее. В итоге, значит, вот такая температурная зависимость, это результат вот такой динамической равновесия, динамической равновесия всех этих процессов, перемешивания, поглощения, излучения и так далее. Ну, кстати, в нижнем слое тропосфера 80% массы атмосферы сосредоточены, до 50 километров уже 99,9% массы, ну и остальное там все выше. А давление, кстати, падает достаточно монотонно, давление, тоже зависит зима-лето, но давление достаточно монотонно, падает с высотой, падает с высотой, несмотря на такую сложную температурную зависимость. Ну и на стратопаузе, то есть на высоте около 50 километров, порядка на 3 давления падает. Тем не менее, это делает возможным различные полеты в стратосферу на летательных аппаратах, которые легче воздуха. Ну и коль скоро мы заговорили сейчас об этих вещах, то несколько слов о воздухоплавании. Имеются в виду аэростаты, летательные аппараты легче воздуха, ну которые наполняются легким газом, да, поэтому они легче воздуха поднимаются вверх. Итак, как устроен аэростат? Оболочка. Гондола. Подвеска из лент, которая удерживает вот этот груз. Ну так, схематично. Экипаж. Вот экипаж. Флаг ему в руки. Ну и вот оболочку наполняет легким газом, но обычно водород или более безопасный, но более тяжелый, конечно, гелий. Ну и расчеты показывают, что подъемная сила одного кубического метра водорода составляет у поверхности Земли около одного килограмма. Значит, если, ну, у гелия чуть меньше. Если, скажем, вес в одну тонну, то достаточно взять оболочку, наполнить тысяча кубометров легкого газа, ну и тогда, значит, аэростат может взлететь. Ну, кстати, не полностью заполняет оболочку, по мере подъема давление-то падает снаружи, и она распрямляется оболочкой. Для того, чтобы подъемная сила оставалась неизменным, избыток газа при подъеме выходит через рукав внизу, а для того, чтобы опуститься, да, ну, нужно баланс, балласт есть еще, который тоже можно сбросить, чтобы достигнуть максимальной высоты. Есть вверху клапан, который можно открыть, газ начинает выходить, ну и аэростат опускается. Ну, конечно, при приземлении масса газа всегда, как вы понимаете, меньше, да, чем масса при подъеме, ну и поэтому надо не забыть оставить балласт, чтобы его сбросить при приземлении, чтобы не было жесткой посадки, скажем так. Я хочу зачитать вам, как описывает очевидец один из первых полетов на воздушном шаре. 1731 год, в Рязани, при воеводе, в присутствии воеводы, подьячий такой-то, сделал, как мяч большой, надул его дымом поганым и вонючим. От него сделал петлю, сел в нее и нечистая сила подняла его выше березы и после ударила его о колокольню, но он уцепился за веревку, чем звонят, и остался жив. Вот какие люди на Руси были, но и есть, конечно. Это при том, что первый официально зарегистрированный полет на воздушном шаре, вы это знаете, 1783 год, это через 50 лет после этого, это в Париже братья Жозеф и Этьен Монгольфье, в Париже, причем они побоялись сесть в гондолу, вначале без человека, животных сажали, потом только сами полетели. Ну и, конечно, потом тоже наши люди неоднократно разные рекорды устанавливали. В 1934 году, известно, вот Федосеенко, Васенко, Усыскин поднялись на рекордную для тех времен высоту 22 километра. 22 километра на аэростате объемом в 25 тысяч кубических метров. Ну, вообще говоря, сейчас полеты в стратосферу до 50 километров, обычное дело, ну, конечно, в научных целях все это делается, да? Астрофизические исследования, космические лучи и так далее. Явления разные в атмосфере можно исследовать таким образом. Так, ну давайте теперь примеры рассмотрим. Примеры на распределение Больцмана. Газ в вертикальном сосуде. Вертикальный сосуд закрытый. Поле тяжести, ускорение свободного падения, Ж. Н, число молекул общее, Т. Масса молекулы известна. Высота, H. Большая площадь основания, S. Площадь основания, S. Ну, стало быть, N от H, N нулевое, E в степени минус MgH делить на КТ. Давайте определим N нулевое. Как определить N нулевое? Плотность с высотой меняется, но общее число молекул остается неизменным, сосуд закрыт. Поэтому можно этим обстоятельством и воспользоваться. Выделяем слой толщиной D, H. Слой толщиной D, H. Ну и тогда можно написать, что N, общее число молекул, есть интеграл от нуля до H большого. Н от H, это в единице, объем умножить на объем этого слоя, S, D, H. Равно интеграл от нуля до H, N нулевое, E в степени минус MgH делить на КТ, S, D, H. Равно интеграл от N нулевое, E в степени минус MgH делить на КТ минус 1. После подстановки пределов. Можно здесь изменить порядок слагаемых, единица минус, и тогда здесь минус уйдет. Ну сразу N нулевое попробуем выразить. N нулевое равно... N нулевое, MgN делить на S, K, T. Поменяли здесь порядок. Единица минус E в степени минус MgH на КТ и в степени минус 1, правда? Мы N нулевое отсюда выражаем. Н нулевое равно, ну вот здесь вот можно так сделать. Умножим на H большое и разделим на H большое. Тогда N большое делить на SH, это средняя плотность, да? N средняя. N, общее число молекул, SH, объем сосуда. Н равно N средняя, MgH на КТ, ну хорошие такие сомножители получаются. Ну и остается единица минус E в степени минус MgH на КТ в степени минус 1. Задача решена, но давайте проанализируем этот полученный результат. В случае А низкие температуры, MgH на КТ значительно больше единицы. N нулевое, но N нулевое это концентрация молекул на дне, правда? У дна. N нулевое, примерно, N среднее, MgH делить на КТ. Ну и, наверное, все, потому что здесь в минус показатели минус очень большая степень, это можно считать за 0, 1 в минус первой единицы, вот и все. Ну и если T стремится к нулю, то N нулевое стремится к бесконечности. Ну это что означает? Это означает, что все молекулы упадут на дно сосуда. Все молекулы упадут на дно сосуда. В случае В, в случае В, высокие температуры. МгH на КТ значительно меньше единицы. Н нулевое, примерно, N среднее, MgH на КТ. Единица минус, экспоненту можно разложить в ряд, минус единица, плюс MgH на КТ в степени минус 1. И MgH на КТ сокращается, вот эти единички взаимно уничтожаются. Равно N среднее. Тоже результат довольно очевидный. Если температура очень высокая, то установится некое достаточно равномерное распределение молекул по объему сосуда. И вот так вот всегда, когда есть распределение Больцмана, есть два фактора, которые влияют на распределение молекул по координатам. Один фактор упорядочивающий, это силовое поле, которое в данном случае стремится все молекулы опустить на дно сосуда. И второй фактор разупорядочивающий, это температура. Вот противоборство этих двух факторов, что превалирует. Один фактор упорядочивающий, силовое поле стремится опустить все молекулы, ну вот в то место, где потенциальная энергия минимальна. И есть разупорядочивающий фактор температуры, который стремится разбросать эти все молекулы по объему. Стало быть, будем рисовать зависимость N от H. Вот здесь H большое, вот N средняя. Ну вот, очень низкая температура. Температура средняя. Ну и температура очень высокая, стремящаяся к бесконечности. Вот какое распределение. Т1, Т2, Т3, Т3 больше Т2, больше Т1, ну и Т3 стремится к бесконечности. Мы это видели, что тогда температура побеждает как разупорядочивающий фактор. Пример 2. Ну я думаю, что такую задачу вы будете решать на семинарах, которые я рассказал. Ну там какие-то будут вариации, я думаю, что это будет вам под спорем. Второй пример. Атмосфера планет. У от R потенциальная энергия небольшого тела молекулы массой M малая, находящаяся в гравитационном поле массивного тела шарообразного массы M большого. M большой минус гравитационная постоянная G, M большое, M малая, делить на R. Такая формула вам должна быть известна, правда? Потенциальная энергия, обусловленная силами притяжения, она отрицательна. Нормировка на ноль идет в бесконечность. По мере сближения энергия уменьшается. Всю меньшую работу могут совершить вот эти силы притяжения. По мере уменьшения расстояния. Ну имеется в виду, что R малая больше, чем R большое радиус планеты, поэтому можно написать N от R1 делить на N от R2. Отношение концентрации на расстояниях R1 и R2 от центра массивного притягивающего тела. E в степени минус U от R1 минус U от R2 делить на КТ. Давайте теперь мы заменим R1 на R, просто на R, а R2 мы заменим на R радиус планеты. В итоге получим, что N от R равно N от R большого, E в степени минус GММ делить на КТ. Тут со знаками надо подумать, как будет. Значит, R2 мы заменили на R большой, и там три раза минус у нас встретится, да? Поэтому единица на R большое в начале минус единица на R малое. Расстояние R малое, расстояние от центра планеты, до точки, где находится вот молекула. R стремим к бесконечности. R стремим к бесконечности. N от R стремится к константе. Вопрос. Непонятно. Число молекул в атмосфере планеты, хоть и огромное, но оно все-таки конечное. И получается, что конечное число молекул должно быть распределено по бесконечному пространству с постоянной плотностью. Но так быть не может. Значит, вот к такой атмосфере, вообще говоря, распределение Больцмана применимо не может быть. Почему? Ну, потому что атмосфера планеты не находится в равновесии. Она не находится в равновесии, она улетучивается. Улетучивается, и в конечном состоянии N от R большого равно нулю. Должно быть. Атмосфера, как говорят астрофизики, убегает. Убегает. Ну, то есть атмосферу покидают наиболее быстрые молекулы и уходят в мировое пространство. Ну, вы знаете, что есть вторая космическая скорость у поверхности Земли, корень из 2 ЖР, да? 11,2 километра в секунду для Земли. Но это вот, если бы молекулы не претерпевали соударений, то обладая такой скоростью большой у поверхности, они бы свободно улетели. Но все-таки есть соударения многочисленные. Поэтому покидают атмосферу главным образом те молекулы, которые находятся на периферии и обладают скоростью, достаточной для того, чтобы покинуть поле тяготения планеты. Ну, и очевидно, что время вот этого убегания, время рассеивания атмосферы, тем больше, тем больше время рассеяния, тем больше, чем что? Чем массивнее небесное тело, ну и чем ниже температура, потому что от температуры зависит тоже скорость теплового движения молекул. На этот счет вы можете почитать в учебнике Сивухина, в учебнике Сивухина «Распределение Больцмана и атмосферы планет», называется параграф, 7 страниц мелким шрифтом. Сделана попытка оценить вот это самое время убегания, время рассеяния атмосферы, но ответ не получен. Ответ не получен, потому что очень сложно. А какой результат получен? Для двух времен сделаны оценки, для времени 10 в 10 степени лет и 10 в 8 степени лет. Для разных планет и для разных газов сделаны оценки температуры, которые должны были бы быть, чтобы вот за эти времена газы улетучились из атмосферы. Итак, для двух времен, 10 в 10 степени лет и 10 в 8 степени лет, сделаны оценки температуры для разных планет и для разных газов, которые должны были бы быть на поверхности планеты для того, чтобы тот или иной газ улетучился. Ну, например, для Земли, я помню, для Земли водород около 400 кельвинов. Ясно, что за эпохи прошедшие водород, он в основном улетучился. А вот для более тяжелых, потому что время зависит еще и от массы газа, правда, для более тяжелых кислорода и азота, температура составляет тысячи кельвинов, 5-6 тысяч кельвинов на Земле. Значит, вот такие должны быть температуры, 5-6 тысяч кельвинов для того, чтобы азот и кислород за 10 в 10 степени лет, это примерно оценка времени существования Вселенной, чтобы они улетучились. Ну, ясно, что они сохраняются вот достаточно устойчиво. На Луне, наверное, тоже была атмосфера, улетучилась. На Венере есть довольно плотная, потому что там СО2, более тяжелый газ, да, более тяжелый газ, СО2, там плотная атмосфера. А вот для Юпитера, я тоже помню, Юпитер тяжелая массивная планета, и там даже для водорода, для легких газов, для легких газов, там тысячи кельвинов должна быть температура, чтобы улетучились эти легкие газы. А для тяжелых, там, кислород, азот, сотни тысяч кельвинов, сотни тысяч кельвинов. Интересно вот что, очень сильная зависимость вот этого времени от температуры. От температуры. Температуру меняем на 10-15%, а время рассеяния атмосферы меняется на пару порядков, там же 10 в 10 и 10 в 8 степени лета. Два порядка, да. Вот разница в температурах для разных газов, для одной и той же планеты, скажем, да, и для одного и того же газа, и для одной планеты, это примерно вот 10-15%. Очень мощная зависимость от температуры. Ну вот, еще один пример нам остался, давайте мы сделаем перерыв, 5 минут, потом продолжим. Итак, время рассеяния атмосферы, о котором мы говорили, тем больше, чем массивнее планета, чем тяжелее газ, естественно, и чем ниже температура. Вот от этих параметров зависит время рассеяния. Ну и с оговоркой, конечно, надо применять распределение Больцмана к атмосфере планеты, с оговоркой на температурную, на зависимость температуры, вот, высоты. Ну и можно считать, что атмосфера планеты находится в квазиравновесном состоянии, на который наложен еще поток убегающих молекул. Ну, поток убегающих молекул, он достаточно мал, поэтому он играет роль на протяжении только вот больших промежутков времени. Ну и еще один пример – газ в центрифуге. Тоже наверняка будете решать эту задачу на семинарах, поэтому я только так намечу идею. Опять сосуд, но поля тяжести нет, сосуд вращается вокруг вертикальной оси с угловой скоростью омега, радиус R большое, число молекул N, температура T, масса молекулы M, высота пусть L в данном случае. Сосуд вращается, сосуд с газом вращается с угловой скоростью омега. В нейнерциальной системе отсчета, связанной с этим сосудом, на молекулу будет действовать центробежная сила инерции. F, центробежная, известная вам, M омега квадрат R. Вот этой силе можно сопоставить потенциальную энергию. У от R минус M омега квадрат R квадрат делить на 2. Делить на 2. Почему? Ну, потому что F равняется минус градиент U, это вам известно. Возьмем производную по R, да с минусом еще, M омега квадрат R, 2R, двойки сократятся, минус уйдет, останется то, что надо. Стало быть, N от R, радиальная зависимость плотности молекул, N нулевое, E в степени, M омега квадрат R квадрат на 2КТ. С расстоянием от оси плотность увеличивается, плотность увеличивается. Почему? Ну, потому что опять есть два тех же самых фактора, которые влияют на распределение молекул. Один фактор упорядочивающий, это вот вращение, это центробежная сила, которая стремится отбросить все молекулы на стенку этого, на боковую стенку этого цилиндра. И есть разупорядочивающий фактор, это температура, которая стремится их разбросать более-менее равномерно по всему объему. И опять вот что победит. Как определить N нулевое? Тот же самый прием, общее число молекул N. Теперь надо цилиндрические слои брать и объем цилиндрического слоя. N, общее число молекул. Интеграл от нуля до R теперь. Сравните с примером номер один. N от R. Цилиндрический слой нужно взять. Толщиной D, R. Вот он цилиндрический слой. Толщина его D, R. А объем? 2, P, R, L. 2, P, R, L. Согласны, да? Это боковая поверхность этого слоя нашего выделенного, толщина слоя D, R. Ну, я не буду проводить выкладки, отсюда можно определить N нулевое. Н нулевое. Это будет у нас плотность молекул на оси этой центрифуги, на оси цилиндра вращающегося. Я думаю, что вы обязательно будете решать эту задачу на семинарах, и она есть в плане семинаров, и здесь дело техники, никаких проблем нет. Давайте сразу напишем предельные случаи. Т стремится к бесконечности. Давление определим на боковую стенку этого цилиндра, P от R. Температура, как раз упорядочивающий фактор, побеждает, да? N нулевое, это просто N средняя. Стало быть, N средняя, KT. N средняя, KT. T стремится к нулю. Упорядочивающий фактор побеждает, P от R равно число молекул, приходящихся на единицу боковой поверхности цилиндра, N делить на 2πRL. число молекул на единицу поверхности цилиндра, N большое на 2πRL и умножить на силу тут центробежной, которая прижимает молекулу к боковой поверхности. все молекулы будут отброшены на боковую поверхность и будут давить, на каждую из них будет действовать центробежная сила, N омега квадрат R, и они будут давить на боковую поверхность, внутреннюю боковую поверхность вот этого цилиндра. Это все можно получить, все можно получить, анализируя выражение для N0 и вот эти два предельных случая. Ну, просто ответ, по-моему, очевиден, поэтому мы его записали. Так, Ирина Валентиновна, давайте посмотрим, сделаем передышку и посмотрим один эксперимент на тему распределения Больцмана. Что у нас тут есть? Ну, сейчас мы посмотрим, как давление зависит от высоты. Для этого у нас есть вот такая стеклянная трубка, которая заполняется газом. Газом каким? Метан. Метан из сети. CH4 легче воздуха. Что, будем поджигать? Да, сейчас я его подожду. Ох. Поменьше надо там сделать. Ну, высота пламени определяется разностью давления, кстати, внутри, давление метана внутри и давление воздуха снаружи. Да, сейчас все одинаково у нас, поэтому высота пламени одинаково. Вот теперь будем сейчас перекашивать, перекашивать так или так вот эту трубку. А вы подумайте, сделайте, пока мы не будем перекашивать, сделайте каждый для себя вывод, где высота пламени будет выше, на приподнятом конце или на опущенном. Вот сейчас несколько секунд мы подождем, а вы для себя каждый сделаете такой вывод, а потом посмотрим, совпало или нет. Значит, сейчас мы будем перекашивать и будем смотреть, где высота пламени будет выше, на более высоком конце или на более низком. Ну, давайте посмотрим. На более высоком высота пламени выше. И вообще, если сильно перекосить, перекосить, может и погаснуть вообще. Вот так вот. Ну, как объяснить? Надо же объяснить, наверное, да? Значит, вот мы трубочку перекосили. Высота h, h плюс дельта h, h минус дельта h. Значит, внутри метан. Внутри метан. Все-таки перепад-то очень маленький, но, тем не менее, барометрическая формула работает. На самом деле работает. Значит, давление вот здесь внизу будет выше, чем наверху. Причем, для воздуха, это вне трубки, давление будет падать с высотой быстрее, чем будет падать давление для метана, который находится внутри трубки. Итак, это, допустим, для воздуха. А вот это для метана. Метан. Здесь высота h, здесь p. Вот на приподнятом конце разность давлений. И вот этой разностью давления определяется высота пламени. Она больше, чем на том конце, который опущен. Вот здесь дельта p1, дельта p2. Поэтому высота пламени, еще раз повторяю, определяется разностью давлений метана внутри и воздуха снаружи. Здесь эта разность давления на приподнятом конце трубки больше, чем на том конце, который опущен. Вот как неудивительно, все-таки высота-то тут перепад совсем полметра, да, и тем не менее вот работают эти формулы. Ну, хотя, конечно, надо оговорку делать, что мы считаем, что там потоков никаких нет внутри. То есть надо иметь в виду, что отверстие достаточно маленькое, что вытекание очень там небольшое, не влияет на равновесное распределение газа внутри. Наверное, этого нет все-таки. Ну, в таком вот предположении. Но эффект есть, пожалуйста, эффект налицо. И в заключение этой главы, хотя здесь не обозначено опытную проверку, это мы... Давайте опытную проверку вначале. Известные опыты французского физика Перрена. Перрена, 1906 год, он рассматривал микроскоп частички гуммигута, взвешенные в растворе. А гуммигут это, говорят, что это застывшая смола каких-то экзотических деревьев, которые растут там в Азии, в Индии, Цейлоне и так далее. На Цейлоне. Если взять такую частичку... Ну, она не молекула, конечно, но она все-таки достаточно мала, так что можно ее рассматривать как броуновскую частицу. Плотность ρ, ρ объем V. ρ на V, это значит масса. ρ, V, G, сила тяжести. Ну и надо подобрать раствор такой плотности, чтобы она была во взвешенном состоянии, чтобы она не падала, конечно, на дно. Значит, чтобы была сила выталкивающая ρ0, V, G. ρ0, V, G вверх. И тогда n от h, распределение Больцмана. Давайте догадаемся и сразу напишем. n от h с высотой. n нулевое, e в степени минус. Значит, M, G, H должно быть, да? Но на самом деле тут эффективную надо брать, как бы, поле силовое. Значит, ρ минус ρ0, V, G, H делить на КТ. Согласны с этим, да? Не ρ, V, G, H, не M, G, H, да? А ρ минус ρ0, потому что есть еще Архимедова сила, действующая вверх. Ну вот, собственно говоря, он смотрел микроскопные эти частички, смотрел их распределение по высоте, на высоте h1, n1, на высоте h2, n2, брал отношения этих концентраций частиц на разных высотах. Потом можно прологарифмировать, взять логарифмы этого отношения. Ну и зная ρ, ρ0, V, они одинаковые были, достаточно одного размера, с центрифугированием этого добивался. То есть эксперимент довольно тонкий. определял отношения n от h1, n от h2, и отсюда можно было определить k, постоянную Больцмана. Ну а зная постоянную Больцмана, можно было определить и число авогадра, зная универсальную газовую постоянную. Ну и вот, собственно говоря, эти опыты знамениты тем, что, в общем, впервые довольно точно было померено число авогадра. Но шестерку, во всяком случае, он получил. В билетах есть вопрос. Опыты ПРНа по определению числа авогадра. Но вот имейте в виду, что есть два типа опытов ПРН. Один тип опытов – это вот по проверке распределения Больцмана, да? По проверке распределения Больцмана. А второй тип опытов – это он наблюдал броновские частицы, но уже в горизонтальной плоскости, и фиксировал положение броновской частицы через определенные интервалы времени, измерял средние квадраты смещений. Разговор о броновском движении у нас впереди. И, исходя из вот этих данных, тоже можно было определить постоянную авогадра, число авогадра. Это простые опыты. И в заключение, прежде чем перейти к главе 2, обещанный экскурс в статфизику номер 2. В смысле, экскурс номер 2 в статистическую физику. Из трех пунктов он будет состоять. Условия теплового равновесия систем. Это вне программы. Можете посмотреть более подробно в учебнике Рейфа. Рассмотрим две подсистемы А1 и А2, которые образуют в сумме некую изолированную систему. А1 плюс А2. Эти системы могут обмениваться энергией в виде тепла друг с другом. Энергия Е1, энергия Е2, допустим. Вероятность состояния подсистемы А1 с энергией Е1. Вероятность состояния подсистемы А1 с энергией Е1. П от Е1. В знаменателе гамма нулевое. Общее число микросостояний, соответствующих всем возможным распределением энергии между этими подсистемами. Система изолированная, поэтому Е1 плюс Е2 равно Е0. Общее число микросостояний, соответствующих всем возможным распределением энергии между этими подсистемами. Гамма от Е1, число микросостояний, соответствующих значению Е1. Системы А1. Но каждое из этих микросостояний может комбинироваться с любым из микросостояний системы А2, у которой энергия Е2. Поэтому надо умножить на гамма от Е2, равно гамма от Е1 умножить на гамма Е0 минус Е1 делить на гамма 0. На гамма 0. Гамма от Е – это очень быстро возрастающая функция энергии. Помните, мы в экспорте номер 1 оценивали число микросостояний по энергии. Там было В в степени Н, Е в степени 3 вторых Н. Н – число молекул, очень большое число, поэтому очень быстро возрастающая функция. С увеличением Е1 этот сомножитель будет увеличиваться, этот будет уменьшаться. И произведение достигнет экстремума при каком-то значении Е1 0. P от Е1. Максимум будет очень узкий и резкий, потому что это равновесное состояние, это равновесное состояние, а число частиц большое, поэтому относительные флуктуации очень малы, очень резкий, узкий максимум. Попробуем определить условие экстремума. Условие экстремума. ДП от Е1 по ДЕ1 равно 0. Обычно пишут, кстати, здесь частную производную, подчеркивая тем самым, что вся система, она изолирована, А1 плюс А2. Удобно перейти к логарифму. Д логарифм П от Е1 по ДЕ1 тоже равно 0. Ну и давайте возьмем логарифм. Логарифм берем. Возьмем логарифм и продифференцируем по Е1. Д логарифм гамма от Е1 по ДЕ1 плюс Д логарифм гамма от Е2 по ДЕ2. Ну и надо ДЕ2 по ДЕ1 продифференцировать. Будет минус единица. Минус 1 равно 0. Получаем промежуточный результат условия теплового равновесия в виде Д логарифм гамма по ДЕ1 равно Д логарифм гамма Е2 по ДЕ2. Хорошо. Теперь, если Д логарифм гамма по ДЕ обозначить через единицу на КТ где Т температура, то это будет означать условия теплового равновесия в виде, сейчас я поясню, Т1 равно Т2. Вот оно, условия теплового равновесия двух подсистем А1 и А2. Записывая вот это соотношение, Д логарифм гамма по ДЕ единица на КТ говорят о том, что температура имеет статистический смысл. Температура имеет статистический смысл, потому что гамма это термодинамическая вероятность, число микросостояния и так далее. Почему именно так температура вводится? А оказывается, что это вполне соответствует той температуре, о которой мы в прошлый раз говорили, кинетической температуре, и о той, которая фигурирует в конечном итоге в уравнении Менделеева-Клапейрона. Пункт 2. Идеальный газ. Тот же самый случай, но теперь здесь будет идеальный газ. Н, В, Е. А здесь пусть будет, ну, утюг. С температурой Т. В равновесии идеальный газ с утюгом. Ну, соответственно, температура газа Т. Теперь вспомним экскурс номер один. Гамма от Н, В, Е равно С умножить на В в степени Н. Вспоминайте. И Е в степени 3 вторых Н. Ну, тут еще было дельта Е, правда, но его можно в константу вогнать. Дельта Е. Можно считать, что энергия принимает дискретный набор значений, разделенных вот интервалом дельта Е. Д логарифм гамма по ДЕ в данном случае равно, берем логарифм, дифференцируем по Е, 3 вторых Н. Ну, и тут логарифм еще Е, да? Единица на Е. И это равно единице на КТ. Единица на КТ. По статистическому определению температуры. Ну, и как видите, Е равно 3 вторых НКТ. Ну, действительно, действительно так. 3 вторых КТ. Это была у нас, помните, на прошлой лекции? 3 вторых КТ. МВ квадрат пополам средняя. Ну, тут Н молекул. Значит, вот в Н раз на Н умножить. То есть, действительно, вот так вводится температура, имеющая статистический смысл. Д логарифм гамма по ДЕ. Ну, и, наконец, третий, последний пункт в этом экскурсе. Допустим, что у нас здесь идеальный газ в качестве подсистемы А1. Идеальный газ. Энергия Е. А в качестве подсистемы А2 одна единственная молекула с энергией Эпсилон. Вот она. Е плюс Эпсилон. Е ноль. Эпсилон значительно меньше Е. П от Эпсилон. Вероятность одного из микросостояний вот этой малой подсистемы с энергией Эпсилон. Вероятность одного из микросостояний этой малой подсистемы с энергией Эпсилон. Гамма от Е делить на гамма нулевое равно единица на гамма нулевое, гамма от Е0 минус эпсилон равно равно сейчас мы близимся к завершению, единица на гамма нулевое, е в степени логарифм гамма от Е0 минус эпсилон. Ну так можно записать, правда? Известный вам из школы нового курса математики формула. Примерно единица на гамма ноль е в степени логарифм гамма от Е0 раскладываем в ряд, потому что эпсилон значительно меньше Е0 минус эпсилон Д логарифм гамма от Е по ДЕ. А вот это есть единица на КТ. И поэтому равно А, константа некая, куда мы все загнали, е в степени минус е делить на КТ. Вот это есть знаменитое распределение гипса. вероятность состояния малой системы с энергией эпсилон, способной обмениваться энергией с термостатом, температура которого Т. Распределение гипса. Теперь П от Эпсилона. Это вероятность одного из микросостояний вот этой нашей малой подсистемы, одной молекулы. А если молекула находится в объемчике ДХ, ДЙ, ДЗ и в интервалах скоростей ДВХ, ДВЙ, ДВЗ, то сколько там микросостояний будет, тоже известно. Это называется Ж от Эпсилон. Степень вырождения вот этой энергии Эпсилон. Это есть ДХ, ДЙ, ДЗ, ДПХ, ДПУ, ДПЗ делить на Аж в кубе. Аж постоянная планка, это объем ячеечки в шестимерном фазовом пространстве. где по осям Х, Y, Z ПХ, ПЙ, ПЗ. Ну, поэтому, для того, чтобы определить вероятность попадания молекулы в объемчик ДХ, ДЙ, ДЗ и в интервал скоростей ДВХ, потому что здесь через массу связано ДВХ, ДВЙ, ДВЗ, нужно, очевидно, П от Эпсилон умножить на Ж от Эпсилон. И мы получим ДП от Х, Y, Z ВХ, В, Y, ВЗ есть. Ну, некая нормировочная константа С умножить на Е в степени минус Е делить на КТ и на ДХ, ДУ, ДЗ и на ДВХ, ДВЙ, ДВЗ. Что такое Эпсилон? Обозначая Эпсилон как МВ квадрат пополам плюс У потенциальной энергии от Х, Y, Z мы получаем сразу же отсюда как распределение Больцмана, так и распределение Максвелла. То есть они получаются как частные случаи распределения Гипса. Вот. ДП Больцмана Х, Y, Z С1 Е в степени минус У Х, Y, Z на КТ ДХ, ДУ, ДЗ и распределение Максвелла от ВХ ВY ВЗ С2 Е в степени минус МВ квадрат на 2 КТ ДВХ ДВЙ ДВЗ ДВХ ДВЙ ДВЗ Вот я говорил вам когда мы о распределении Максвелла когда распределение Максвелла обсуждали помните вот вывод самого Максвелла 1860 года и за что его критиковали современники за якобы необоснованные предположения о том что все распределения по ВХ ВY ВЗ они статистически независимы это было его предположение правильное вот но тем не менее его критиковали и только лишь спустя ну лет 35-40 это уже фактически самый конец 19-го столетия было сформулировано распределение гипса и тогда эти распределения и Максвелла и Больсмана они логически следовали из этого распределения и сейчас мы посмотрим еще в завершение успеем да Ирина Валентиновна посмотрим вернемся к тому опыту который мы делали на прошлой лекции да или показывали это распределение Больсмана частиц по высоте потенциальном силовом поле и поскольку следующая глава у нас глава 2 основа молекулярно-кинетической теории ну хотя статистические распределения тоже можно считать что это как-то вот с молекулярно-кинетической теорией естественно связано но первый вопрос который мы обсудим это давление газа с точки зрения МКТ а давление газа с точки зрения МКТ это есть результат ударов молекул о стенку есть результат ударов молекул о стенку и если число ударов мало и они следуют нерегулярно никакой регулярной силы давления не возникает но если молекул много то удары следуют часто они сливаются по существу и возникает сила давления отнесенная к единице площади, это есть давление газа на стенку. Замечательно нам предстоит в параграфе 1 сделать вывод о том, что давление, макроскопическая величина, которую мы измеряем, связана с микроскопической. Вы знаете это уравнение. p равно 2 трети n, mv квадрат пополам средний. Вот мы получим это уравнение, а сейчас посмотрим. На стенку у нас подвижная, здесь идет чуть-чуть больше, чем вес глубокая. И, как вы уже знаете, внизу есть вибраторы, которые позволяют колебаться шариком. Ну мы сперва без этого, да? Вот сперва так, да. А потом посмотрим давление. Ну, распределение есть по высоте. Внизу больше, вверху меньше. Кое-кто допрыгивает, видите, до самой планочки горизонтальной. Оказывая давление на нее. Но там очень мало ударов, нерегулярная сила, конечно. А теперь мы опустим и посмотрим, что есть давление газа на вот этот поршень импровизированный. Вот, видите, поршень приподнимается за счет того, что молекулы, шарики действуют на него с определенной силой и его поднимают вверх. Но все равно дрожание есть. Дрожание, потому что все-таки сказываются флуктуации числа и интенсивности ударов шариков об этот поршень. Ну, ясно, что если их будет много, то тогда все будет сливаться воедино, и сила будет уже регулярная. Поршень дергаться не будет. Ну вот на этом, значит, спасибо, Ирина Валентиновна. На этом мы заканчиваем. Всего вам доброго.